Здравствуйте! Вы смотрите программу событий на телеканале Самаргиз в студии Сергей Кизоркин. Главная тема дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые активные жители региона пришли на участки уже в первые дни голосования по поправкам в Конституцию страны. В Самарской области работают 19 тысяч участковых избирательных комиссий. Проголосовать смогут почти 2,5 миллиона человек. Чтобы не создавать очередей, голосование будет растянуто на 7 дней. На всех участках в полной мере соблюдаются меры безопасности. В этом убедились наши корреспонденты. Полина сегодня впервые участвует в голосовании на участке. И сразу по вопросу Конституции. Исторические дни, когда россияне определяют, каким будет основной закон государства. По мнению девушки, выразить свою гражданскую позицию должны все жители России. Я голосую первый раз сегодня. И я считаю это очень важным. Потому что мы должны выразить свою гражданскую позицию. Потому что от этого зависит будущее нашей страны. Ровно в 8 утра ежедневно открываются все избирательные участки. Каждый оснащен не только привычными для голосования атрибутами. Везде на входе самарцам измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают перчатки, маски и ручки для голосования. Наиболее активные граждане пришли на участки уже в первый день. Сотрудники в специальной экипировке отмечают. Голосование идет в рабочий день. Больше всего посетителей было сразу после открытия и в обеденный перерыв. Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал по окончании рабочего дня, предварительно пройдя на входе все процедуры. Это большая честь, я уверен, для каждого гражданина Российской Федерации принять участие в голосовании по Конституции. Не каждому поколению это выпадает. И я очень рассчитываю, что граждане страны примут участие в голосовании. Формирование будущего нашей страны. Мы сегодня закладываем надежный фундамент развития страны на десятилетия вперед. Замерили температуру и выдали маску на входе и главе города Елене Лапушкиной. Она также решила отдать свой голос заранее. После голосования глава города проверила, как организована работа избирательной комиссии и убедилась, что все меры безопасности соблюдены, а средства индивидуальной защиты заготовлены в достаточном количестве. Есть перчатки, есть маски, есть одноразовые ручки, есть разметка, что люди могут чувствовать себя на каждом избирательном участке безопасно. Если есть хоть какое-то напряжение, к вам готовы прийти домой, готовы обеспечить и организовать голосование на дому, поэтому, конечно, надо этим правом воспользоваться. Свои голоса отдали основатели худрук театра Самарская площадь Евгений Дробышев и директор Наталья Носова. Для них дресс-код тот же – маска, перчатки, дезинфицирующий раствор. Поправки в нашей Конституции, я считаю, что это очень важно, и мы должны выразить свое мнение, потому что нам дальше жить, жить дальше нашим детям при этой Конституции, нашим внукам, поэтому считаю, что очень важно выразить свое гражданское мнение. В течение дня участки не пустовали, однако и большого скопления людей не было. Комиссии работали без очередей. За семь дней, которые отведены для выражения гражданской позиции, проголосовать успеют все желающие, тем более, что многие понимают важность исторического момента. Андрей Горгуленко, Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Не все по состоянию здоровья могут прийти на избирательные участки. Некоторые предпочитают сделать свой выбор на дому. Многие жители регионов уже оценили преимущества такого подхода. Как проходит процедура, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны можно не выходя из дома. Таким правом может воспользоваться каждый житель Самары. Для этого достаточно позвонить на избирательный участок и заявить о своем желании. По словам членов избиркома, чаще всего к ним обращаются пожилые и маломобильные граждане, которые не имеют возможности попасть на участок самостоятельно. Мы выходим все в такой же экипировке, с нами всегда дезинфектор, которым мы опрыскиваем поверхности. В принципе, люди доверяют, открывают, голосуют. Все члены избирательной комиссии, которые работают с людьми дома, пользуются масками, перчатками и специальными экранами. Средства индивидуальной защиты выдают и людям, которые голосуют. Мы предварительно еще отдаем индивидуальный пакет для голосования, в котором есть маска, перчатки, все необходимое, чтобы безопасно можно было проголосовать. Местные жители, которые решили голосовать дома, уже оценили преимущество процедуры. У Марины Ежовой трое внуков, и она старается реже бывать в общественных местах. Но для женщины очень важно исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании. Я очень благодарна, что сделали так, что можно проголосовать на дому. Я голосую с 18 лет и один раз только пропустила голосование, только по уважительной причине. А так я всегда хожу на избирательный участок и обязательно голосую, так как мне подсказывает мое сердце и мой ум. Голосование по вопросу изменений в Конституцию стартовало 25 июня. Все желающие могут исполнить свой гражданский долг заранее. Единый день голосования пройдет 1 июля. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. А для тех, кто не хочет пускать посторонних в квартиру, предусмотрено голосование во дворе. Участковые избирательные комиссии приходят к людям в защитных костюмах и в масках, соблюдая все предписания Роспотребнадзора. Как жители оценивают такую работу, узнала Лариса Шлафаст. Вот здесь вот возьмите, пожалуйста, достаньте масочку, ручку. Голосовать во дворе приходится впервые в жизни, признается Галина Хохлова. Обычно всей семьей ходили на избирательный участок. Но сейчас из-за распространения коронавируса лишний раз из дома старается не выходить. Во-первых, на свежем воздухе. Ты вышел во двор, как говорится, проголосовал, выполнил свою гражданскую позицию. Ну и это тоже, что ни с кем, как говорится, посторонним не общаешься. Избирательный участок во дворе на Пенцинской оборудован по всем правилам. Голосование проводится полностью в соответствии со всеми рекомендациями и Центральной избирательной комиссии, и рекомендации Роспотребнадзора сейчас очень актуальны. Мы выносим с собой урну, которая опечатана на участке при наблюдателях. Мы выносим с собой ширму, которая полностью подтверждает тайну голосования. То есть никто не может подойти. За ходом голосования и во дворе следят общественные наблюдатели. Здесь спокойно. Вышел, проголосовал. Никто не мешает. Все спокойно. Члены избирательных комиссий работают в перчатках, масках и защитных халатах. Жителей просят не пугаться такой экипировки. Специальная защитная одежда необходима, чтобы избирательные участки для жителей были максимально безопасны. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. Семейная политика – один из приоритетов государства согласно поправкам в основной закон страны. В Самарской области создана межведомственная рабочая группа по решению вопроса обеспечения жильем детей-сирот. Сегодня состоялось ее первое заседание. Проблема остро стоит во многих регионах страны. В Самарской области ее решение контролирует исполнительная и законодательная власти. На приобретение квартир для детей-сирот из областного бюджета выделяются суммы, превышающие ежегодные лимиты. За шесть лет с 2014 по 2019 годы из областного бюджета было выделено более 4 миллиардов рублей. Жилье получили более 3,5 тысяч человек. В списке очередников в настоящее время значится более 5 тысяч детей-сирот. Решено провести мониторинг всего специализированного жилищного фонда, рассчитать, сколько необходимо денег на ремонт помещений во всех муниципалитетах. Сведения должны быть представлены до 1 сентября, чтобы предусмотреть в бюджете 2021 года целевое финансирование. Мы этот вопрос будем рассматривать глубже и шире, скажем так. Профилактика социального сиротства, вопрос строительства нового жилья, специализированного жилищного фонда, вопрос очередности, которая возникает среди детей-сирот. По этой проблеме вы поняли, что очень важна семейная политика в нашем социальном государстве. И, несомненно, те поправки, которые сейчас обсуждаются и со вчерашнего дня, мы можем проголосовать. Это, конечно, социально ориентированное государство. В Самарской области за последние сутки коронавирус диагностировали у 60 человек. Из них 21 случай в Самаре, 13 в Тольятти, по 5 в Новокуйбышевске и Сызрани, 4 в Отрадном, 3 в Волжском районе, 2 в Шигонском, по 1 в Чапаевске, Похвестнево и Соклинском, Камышлинском, Кенельском, Приволжском и Ставропольском районах. 14 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. 33 человека обследованы с диагнозами вне больничной пневмонии и ОРВИ. 13 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Число заболевших коронавирусом в Самарской области составляет 4617, из них 2478 пациентов выздоровели, 53 скончались. На передовой борьбы с коронавирусом заместитель главного врача детской инфекционной больницы Наталья Кабанова говорит, о выбранной профессии никогда не жалела. С начала пандемии учреждение, где она работает, оказало помощь 500 больных, у которых подозревали или диагностировали COVID-19. Она одна из трех врачей Самарской области, награжденных орденами Пирогова. Будни доктора увидела Лариса Шалафаст. Их служба и опасна, и трудна. В период пандемии медики детской инфекционной больницы работают в усиленном режиме. Утро заместителя главного врача по детству Натальи Кабановой начинается здесь, в комнате, где медперсонал облачается в специальную защиту перед тем, как идти в красную зону к больным. Они, конечно, настоящие герои, потому что совершенно без страха, самоотверженно пустились на борьбу с этим невидимым врагом. Защитная одежда здесь обязательно для всех. Специальный комбинезон, бахилы, две пары перчаток, маска. В такой амуниции медики проводят по несколько часов. Самое главное лицо, глаза, дыхательные пути, которые являются основными входными воротами для данной инфекции. О выбранной профессии никогда не жалела, признается Наталья Павловна. Медиком мечтала стать с детства. В семье она единственный врач. За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, в том числе в период пандемии COVID-19. Наталья Кабанова награждена орденом Пирогова. Свою победу она посвящает родителям, которые всегда поддерживали ее выбор, а также всему коллективу больницы, который каждый день встает на защиту жизни маленьких пациентов. Я, конечно, благодарна и руководству страны, и руководству региона, и Министерству здравоохранения Самарской области за то, что мой, казалось бы, повседневный труд, он был отмечен на столь высоком уровне. Вот эта отрасль медицина – это, по сути, ежедневное служение людям, это ежедневная победа, это спасение человеческих жизней. И этим занимаюсь не только я одна. Все мои коллеги, они самоотверженно работают, и они достойны высоких наград. Почивать на лаврах медикам некогда. За несколько месяцев в детской инфекционной больнице от коронавируса вылечили 500 пациентов. И работа в усиленном режиме продолжается. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. Вместе с заместителем в течение 3,5 лет получали зарплату и командировочные за фиктивно трудоустроенного специалиста. Общая сумма выплат превысила 4,5 миллиона рублей. Кроме того, в течение 4 лет на них много раз фиктивно оформляли служебные командировки. Зарплата за них составила более 2 миллионов рублей. Также из бюджетных средств были незаконно оплачены 4 путевки стоимостью 464 тысячи рублей. Представители регионального Минтранса прокомментировали вопрос о сроках строительства пешеходного перехода через Московское шоссе. Жители Красноглинского района задали вопрос в Твиттере. Мост появится в поселке Мехзавод. С просьбой построить надземный переход через Московское шоссе к губернатору обратились сотрудники завода «Салют» во время посещения предприятия Дмитрия Мазарова. Тогда же глава области дал соответствующее распоряжение профильным ведомствам. Выяснилось, что пешеходный мост в планах у Росавтодора на этот год. В Тольятти под колесами автомобиля оказался ребенок. 41-летняя женщина за рулем «Лады» ехала по жилой зоне и в районе дома номер 35 по улице Держинского сбила 10-летнюю девочку. Ребенок пересекал проезжую часть на скейтборде. После ДТП пострадавшая девочка была госпитализирована. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области провели проверку подкарантинной продукции, которая прибыла в регион в июне. Были проверены 504 килограмма сливы из Узбекистана. В продукции обнаружили насекомых – калифорнийскую щитовку. Она не опасна для человека, однако необходимо тщательно промывать такие фрукты. Кроме того, щитовка опасна для растений и всего сирского хозяйства. Особенно от нее страдают молодые растения, а в случае попадания щитовки с посадочным материалом возможно отмирание коры, искривление побегов и даже полная гибель дерева. В Самаре подвели итоги конкурса творческих работ, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли тысячи человек со всей области. Победителями стали 19 авторов лучших рисунков и подделок. На церемонии награждения побывала наша съемочная группа. Победитель конкурса творческих работ Наталья Татаринцева рассказывает о своей работе. Скульптура «Родина-мать» в миниатюре выполнена педагогом на занятиях по 3D-моделированию. Над объемной моделью пришлось трудиться несколько недель. Техника необычная, поэтому Наталья верила в свою победу. Надеялись, потому что все-таки работы оригинальные и необычные. Я говорю, это пока новая еще такая техника. Не каждый ей владеет и использует свои практики, а вот у нас такая фишка. Всего на творческий конкурс, посвященный 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, подано более тысячи заявок. Конкурс проводился в два этапа – муниципальный и региональный. Работы принимались по трем номинациям. Куйбышев – запасная столица, военный парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Участников разделили на несколько возрастных групп. Конкурс комиссии, как всегда, был очень сложно. Когда что-то ребенок делает, делает это искренне, это всегда талантливо, это всегда несет очень добрую энергию. Важно видеть, как сегодняшняя молодежь, как сегодняшние дети, а у нас было три возрастных номинации, как они сегодня это видят, как эта история преломляется в их головках, в их сердца. Победителями конкурса в этом году стали 19 человек. Все они получили дипломы и памятные подарки. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Скрестить рапиры самарские фехтовальщики скоро смогут в новом спортивном комплексе, который строится в Самаре на улице Мичурина. Чтобы восстановить здание прошлого века, консультировались с историками. Глава города Елена Лапушкина оценила качество новой площадки. Подробнее Мария Левина. Екатерина Тарасова занимается фехтованием 12 лет. Вспоминает, в спорт ее привела подруга. Думала ненадолго, но затянула. Сейчас в коллекции спортсменки десятки медалей. Я за плечами участие в российских и международных состязаниях. До пандемии турниры по фехтованию проходили каждый месяц. Готовились к ним ежедневно. Последние три месяца занятия проходят дома. От этого их эффективность снизилась. Тренировались дома как могли. Но, сами понимаете, дома условий вообще нет. И пространство маленькое. Тем более, с оружием вообще не позанимаешься. А здесь такие масштабы. Теперь можно разгуляться. Туальчикам очень важны условия для тренировок. Потому что это такой спорт, где нужна аппаратура. Которая занимает немало места. И дорожки, и сами аппараты. Еще нужно, конечно, пространство, чтобы заниматься передвижением. Двигаться в стойке, отрабатывать свою технику. Нужно зеркало также, чтобы следить за собой, исправлять какие-то свои ошибки. В центре фехтования 164 воспитанника. В здании на Мичурино умещались не все. Часть ребят ездили на Циолковского. В прошлом году в прилегающем к основному корпусу здании начали делать ремонты. Дореволюционная постройка в 1910 году здесь располагалась конюшня. А в начале нулевых проводили арт-выставки. В последние годы помещение пустовало. Исторический облик здания решили восстановить. Чтобы воспроизвести фасад и крышу в первоначальном виде, приходилось консультироваться с историками. Очень много удалось сохранить то, что было построено нашими отцами и дедами. Вот что радует фасад, кровлю. Некоторые элементы девушных работ. Для отделки фасада понадобился старинный кирпич, отыскать который оказалось непросто. Состояние здания на момент начала ремонта оставляло желать лучшего, говорят строители. Помимо фасада здесь полностью поменяли кровлю, все перекрытия и балки. Помещение полностью адаптировали под фехтовальную школу. Здесь появилось спортивное оборудование, зеркала, раздевалки, сауна, фехтовальные дорожки. Спортивный центр оснащен по европейским стандартам. Мы всегда готовы. Тут осталось немножко доделать. В принципе, условия, что сейчас это и пандемия, это режим самоизоляции, как раз полностью закончится и как раз мы станем полноценными, полноправными обладателями этого прекрасного зала. Работы идут с обережением графика. Через пару дней строители должны сдать объект, хотя в планах было закончить только в августе. Проверить обновленный спорткомплекс приехала глава города Елена Лапушкина. А у вас не смущает, что-нибудь вот с кирпичей? Это круто? Нет, мне кажется, очень сильно. Мне тоже. Что планируете сделать? Здесь можно давать институционные уроки спортсменам. Места немного, но в принципе, дороже. До этого, в принципе, небольшой изгородок. То есть, ледер одевается полностью. Это маска на груди, на руках, на дак. Значит, сама она весит 12 килограмм. Это всякие кирпичи. И, в принципе, не молиться с учеником. Да и вот лучше обратно, да, что-то все так вот. Занятия в спортивном комплексе начнутся сразу после снятия всех ограничений. Впереди у спортсменов амбициозные планы первенства России. Мария Левина, Василий Кладашов, События. Новые условия для фехтовальщиков позволят воспитать больше таких чемпионов, как братья Бородачевы. Кирилл и Антон уже мастера спорта международного класса. Неоднократные победители первенств мира и Европы. Они закончили выступать на юниорском уровне и теперь готовы покорять взрослые чемпионаты. Об успехах, тренировках и планах на будущее с братьями побеседовал Андрей Горгуленко. Эта братская дуэль вполне безобидная и дружелюбная. Фехтовальщики Кирилл и Антон Бородачевы тренируют уколы, выпады и защиту. В феврале такая же дуэль случилась в финале первенства Европы. А далее всех соперников братья встретились в главном матче турнира. Кирилл колол точнее и взял золотую медаль. Когда ты доходишь с братом именно до финала, это, конечно, несложно. Ты уже понимаешь, и тебе не жалко, да? Ну, понимаешь, что появились сильныещики в этом бою, да? И тебе не жалко, да, допустим, отдать медаль золотую там, да, брату. Либо там, чтобы занял какой-то другой, да, твой соперник. Финалы юниорских первенств для братьев дело привычное. Они регулярно брали золото и вместе в командных соревнованиях, и по отдельности в личном разряде. Говорят, что успехов добиваются благодаря друг другу. Здоровое соперничество и конкуренция способствуют постоянному развитию. Кирилл начал, да, пораньше показывать результаты. Вот, он как-то поострее, что ли, он у меня был. Вот, но мы с тренером тоже не переставали работать и подтягивались спокойно. Ну, может, так сказать, стремился за братом, да, за его результатами первыми. Успешно выступать на соревнованиях братьям помогает не только талант, но и отношение к делу, рассказывает их тренер Ирина Орлова. Они упорно тренируются, а на турнирах не теряют хладнокровие даже в самых сложных поединках. Они этим и отличаются от других спортсменов. Те, которые уже в ходе борьбы подустают, а особенно, когда еще же мелкие вот эти движения, концентрация очень высокая, противник уже сникнет, а вот мои ребята все еще борются. В этом сезоне оба брата были в прекрасной форме. В рейтинге лучших раперистов страны Кирилл был вторым, а Антон – четвертым. Они должны были ехать в Токио на летнюю Олимпиаду в составе сборной России. Но из-за пандемии турнир перенесли. Тем не менее, их планы не поменялись. Они все еще нацелены взять для страны командное олимпийское золото и встретиться друг с другом в финале личного разряда. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Упорно местных воспитанников в первенстве российской суперлиги по пляжному футболу будут выступать сразу две команды из 63-го региона. Помимо «Крыльев Совета» в чемпионате сыграет «Динамо Самара». Представители Волжского клуба уже презентовали игроков и тренерский штаб. Как новички готовятся к дебюту в элитном дивизионе, расскажет Анатолий Головко. Самарские пляжники начали тренировки на набережной. Уже через несколько недель поклонники футбола на песке смогут увидеть «Волжское дерби», ведь теперь в суперлиге будут выступать сразу две команды. Старожил чемпионата «Крылья Советов» и новички «Динамо Самара». Костяк команды будут составлять местные воспитанники. Здесь уже тоже очень немало людей, которые в различных турнирах по пляжному футболу поучаствовали, как в суперлиге, так и в Кубке России. Капитанская повязка в «Динамо» досталась Игорю Житецкому. По его словам, все футболисты настроены серьезно и с нетерпением ожидают начала чемпионата. Настроение хорошее, работаем каждый день, тренируемся. Все вроде бы получается, потихонечку стараемся, идем вверх, хотим уже как бы играть. Из-за пандемии коронавируса чемпионат России по пляжному футболу сократили практически вдвое. Клубам придется сыграть турнир за два месяца. Первенство страны стартует в начале июля. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. В воскресенье 28 июня в Самаре пройдет онлайн-фестиваль «Рок на Волге». Трехчасовой концерт с участием групп «Сплин» и «Би-2» проведут под новым названием. Выступление музыкальных коллективов прозвучит с баржи. Для этого там смонтируют специальную площадку. Трансляцию проведут в формате реального присутствия 360 градусов. Зрители увидят не только любимых артистов, но и смогут задать им вопросы в прямом эфире. Трансляция начнется в 8 вечера. Во время фестиваля на экран крупным планом будут выводить видеозрители, которые получат бесплатные онлайн-билеты и подключатся к трансляции в специальном приложении. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и будьте здоровы. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...